Всем привет, друзья! Вы на канале WestMotors и сегодня у нас на обзоре самая доступная и дешевая китайская электричка от компании BYD. Это BYD Seagal 2023 года. И в этом видео мы разберемся, в каком месте нас обманули китайцы, потому что не может новая тачка стоить как 10-15 айфонов. Будет интересно, не переключайтесь. Ну что, давайте пробежимся по внешней составляющей нашего BYD Seagal. И первое, что хочется отметить, это то, что китайцы научились делать как минимум две вещи. Первое, это крутую оптику и второе, это зазоры. Просто посмотрите, по всему автомобилю идеально выставлены зазоры. И надо признать, что по зазорам китайцы ушли явно дальше, чем американцы. Также и оптика. У вас светодиодный как дневной ходовой огонь, так и ближний и дальний. Правда, остался у нас галогенный поворотник. По внешнему виду. Этот автомобиль действительно, мне кажется, не может раздражать никого. У него просто очень приятный, милый внешний вид. И цвет, этот цвет, кстати, очень модный стал в последнее время у китайских производителей. На Zikra их делают, у BYD и у многих других производителей. Раньше этот цвет пользовался не особой популярностью, потому что он ассоциировался с немецким такси. 210-й Mercedes в таком молочном цвете. Сейчас он стал модный, мне на самом деле нравится, красиво. И здесь будет появляться вставочка, какая цветовая гамма есть, в принципе, у этого автомобиля. Также, я думаю, вы обратили внимание, что автомобиль оснащен дворником одним. В силу того, что автомобиль небольшой, здесь, в принципе, нет необходимости делать второй дворник. Если говорить о размерах автомобиля, то он действительно небольшой. Он, на самом деле, небольшой с виду, но очень богатый и просторный внутри. Мы об этом поговорим попозже. По внешнему виду, посмотрите, вот эта вот часть, ей хочется выделить особое внимание, потому что, ну, обычно производители как-то подзабивают на вот эту вот историю. А здесь прям такие аккуратненькие выштамповочки, ромбики. И такой эффект парящей крыши. Ручки у нас спрятаны немножко заподлицо. Есть бесключевой доступ на одной двери, та же максимальная комплектация. Диски, вот когда я первый раз их увидел, мне казалось, что, наверное, размер 14 какой-то от силы. Потом я посмотрел и увидел, что здесь стоят 16 диски. Они действительно выглядят меньше, чем есть на самом деле. Это все из-за того, что профиль у нас невысокий, и колесо, в принципе, смотрится небольшим. Но здесь диски 16, и важный момент, то, что тормозная система здесь дисковая как спереди, так и сзади. Потому что многие производители, ну, немножко стараются экономить и делают барабанные тормоза сзади. В принципе, здесь тоже ничего плохого нет, потому что электромобили по большей части тормозят за счет рекуперации. Вместо того, чтобы вам рассказывать, насколько здесь удобно сидеть сзади, сколько здесь места, я вам просто покажу. Потому что я вот ростом 1,82 м, я сидушку отодвинул максимально комфортно для себя. И вот посмотрите, я сейчас сажусь. Это вырежем. Смотрите, сколько у меня места до колен, это раз. Сколько у меня места до головы, то есть, в принципе, поездка даже достаточно дальняя, например, какая-нибудь, не знаю, 300-400 километров, я бы здесь проехал с комфортом. Удобные сами по себе сидения, они мягкие, единственное, что не хватает, это подлокотника. И это у нас четырехместная версия, она, в принципе, существует, эта модель, только в четырехместном исполнении. При желании, конечно, вы сюда можете поместиться и втроем, но здесь только два ремня безопасности. Ну, а сейчас перемещаемся к моей самой любимой части этого автомобиля, это задняя часть. Она, во-первых, выглядит не такой маленькой, как, в принципе, сам автомобиль, потому что у нее такие достаточно широкие бедра. И вот этот монолитный фонарь, который уже, чем сами бедра, он как раз подчеркивает, что машинка так немножко расширяется. То есть, он действительно такой толстячок сзади. Вот этот вот спойлер тоже, это такая отсылка к тому, что автомобиль называется Seagal, это означает чайка, но, наверное, какая-то отсылочка у этого спойлера точно есть. Вот, потом по ассистентам. У нас есть парксенсоры задние, передних нет, есть камера заднего вида и есть крышка багажника, хотел сказать. Но она у нас без сервопривода, даже максимальной комплектации. Вот такая вот крышечка, вот такой вот багажник. Сказать, что он маленький, либо сказать, что он большой, поворачивается язык. Он стандартный, для этого автомобиля, на самом деле, просить больше не стоит. Вы здесь не будете перевозить какие-то большегрузы. Если уж и произошла такая ситуация, что надо что-то загрузить более такое массивное, то вы можете сложить сидение, получить себе увеличенный багажный отсек. Единственный минус, который есть, это то, что вы при складывании заднего ряда не получаете себе ровный пол. Ну, уже как есть. Эта машинка все-таки не для этих целей создана. Из таких очевидных минусов, которые, в принципе, можно увидеть там без подъемника, это не совсем хорошая защита передних арок. Вот, если вы посмотрите, здесь за стойкой прямо вот видно такой кусок голого металла, который, ну, как-то явно надо защитить. Вот, по задним аркам, в принципе, ситуация получше, там более-менее все защищено. И вот еще момент. Вот, открываем дверь, да, здесь есть резинки. Вот, они здесь как бы есть, но, по сути, свои функции не выполняют. Мы вот машинку помыли, она была чистая, вот прокатились там буквально несколько километров, уже здесь все грязное, то есть нет хорошего прилегания вот этой вот резинки к уплотнителю. Вот это вот у вас все здесь грязное будет. И, соответственно, никакой защиты самого порога тоже нет. Вот, ну, я уверен более чем, не поднимая, опять же, машину на подъемник, здесь будет криновый антикор, и я не понимаю, почему там многие люди цепляются к китайцам, что у них плохой антикор. Поймите, китайцы сделаны для Китая, совсем для другого климата. Вот вы, если едете в Турцию, да, вы же там не берете с собой зимнюю куртку, вы ходите в шортиках, потом возвращаетесь к себе домой и уже накидываете зимой куртку. Такая же история и здесь. Машина, вот она, считайте, создана для тепла. Вы ее привезли в холодное место, оденьте ее, защитите ее, пускай ей будет комфортно и пускай все будет защищено. Так, ну что, мы, в принципе, заправились, можно сказать, до полного. 405 километров у нас показывает на щитке, это паспортный показатель этого автомобиля. Сколько он проедет в реальности, мы пока еще не знаем. У нас стоит батарейка самая максимальная, на 39 киловатт-часов. В базовой версии идет 30-киловаттная и также в базовой версии тоже есть возможность быстрой зарядки, но там у вас машинка может принимать до 30 киловатт. Здесь машина может принимать до 40 киловатт в час. Сейчас будем тестить, сколько она проедет. На самом деле, условия для нее, конечно, не самые комфортные сегодня, потому что ночью у нас уже был снег, достаточно прохладно, поэтому машинка будет высаживаться быстрее. Вы знаете, что чем прохладнее, тем электромобилю тяжелее показывать свои паспортные показатели. Сразу вам скажу, что мы не поедем на этой машине на дальняк, потому что мы его рассматриваем сугубо под углом городского автомобиля, потому что если ему дать сейчас 90 километров в час по трассе, то дай бог, чтобы он проехал 200-250 километров. Я, конечно, верю в него и надеюсь, что он приблизится к своим паспортным показателям, но я как представлю, что нам сейчас надо будет по городу фигачить на нем почти 400 километров, мне становится грустно. Ну да ладно, проверим, сколько эта тачка проедет, не переключайтесь, будет интересно. Краткий отчет о происходящем. У нас сейчас запас хода 328 километров, то есть якобы мы проехали 77 километров. По факту мы проехали, у нас был на одометре показатель 287 километров, сейчас 332, то есть 13. 45 километров мы, по-моему, проехали, если я правильно посчитал. То есть она уже нам дает погрешность в 30 километров. Это ожидаемо, просто важно знать, какая погрешность. Говорим все как есть, ничего не переукрашиваем. У нас температура за бортом плюс 3 градуса, то есть уже так прохладненько. Печка у нас молотит не вовсю, то есть она легенько работает. У нас комфортная температура в салоне, я еду там ни в куртке, ни в шапке. Едем с комфортом, эксплуатируем машину, вот как мы ее и должны. Мы вот сейчас проезжаем какие-то люки, всякие лежачие полицейские, ямки. И хотелось бы отметить просто феноменальную мягкость этого автомобиля. Они настолько расслабили подвеску, она настолько мягкая. Она вот по повадкам очень похожа на старые американские рамные седаны. То есть она прям там на лежачем полицейском, вы можете сильно не останавливаться. Она их перескакивает и делает это как корабль. Задняя часть прям хорошо амортизирует. Мне нравится вот такое поведение автомобиля, когда мы говорим о городской тачке, которую вы будете эксплуатировать в городе, а не на треке где-то. Касаемо режимов, мы едем чисто в пенсионерском режиме. Делаем это не специально, просто едем, не топим на газ, потому что в этой машине, в принципе, это особо и не сделаешь. Она не едет никуда от слова совсем. То есть она чисто городская тачка и ее максимальная скорость в 135 км в час, в принципе, говорит о том, что этой машине нечего делать на трассе. То есть это чисто городской транспорт. Раз уж мы заговорили о нашем режиме езды, мы едем в режиме эко, естественно, для того, чтобы получить самые хорошие показатели. Также в автомобиле есть режим спорт, нормал и эко, соответственно. Давайте вот просто ради спортивного интереса включим спорт. Ну, немножко поменялась реакция на педаль акселерометра, но как бы как она никуда не ехала, так и продолжает это делать. То есть эта машина не про скорость, я, честно, даже не знаю ее паспортные цифры разгона до сотни. Но если она там выйдет, не знаю, из 15 секунд, то это будет, в принципе, неплохо. Рекуперация у нас, кстати, стоит на максимальном уровне, но она такая, не мощная, как, например, в тех же Теслах. Вы, когда включаете себе максимальный уровень рекуперации, то вы можете вообще, в принципе, тормозом не пользоваться. Вы там газ отпустили, она прям сильно начинает клевать носом. Здесь рекуперация такая слабенькая, можно было бы даже ее сделать посильнее. Если говорить о вообще стилистике этого автомобиля, то здесь четко прослеживается стилистика BYD, все прям в их стиле. Вот эти вот горячие клавиши, которые находятся здесь у нас под дисплеем, это, в принципе, нам отсылка к BYD Dolphin, к старшему брату этого автомобиля. В принципе, все удобно. Вот хотелось бы вот по этим горячим клавишам пробежаться. Здесь у вас находится селектор КПП и по бокам горячие клавиши, там переключение режимов, аварийка, управление климат-контролем и так далее, и управление громкостью. То есть вы на это все смотрите, вам кажется, что это будут ролики, которыми можно будет вот прям управлять. То есть это не выглядит как кнопки. Вот, например, громкость. Я вот кручу ролик, увеличиваю громкость, либо понижаю. Потом я смотрю на горячую клавишу, на которой у нас нарисован вентилятор. И мне кажется, что я сейчас смогу... Блин, ну что-то он нас вообще не хочет на Equinox пускать. Поблагодарим все-таки на Equinox, уважаемые люди ездят. Вот, я нажимаю на эту клавишу, думая, что я сейчас отрегулирую интенсивность воздуховодов. Но нет, я этой клавишей, вот так вот вверх-вниз, я могу либо включить, либо выключить климат. Понимаете? То есть это на самом деле не совсем удобно. Момент. Здесь есть автохолд. Это обалденно круто. Ну, потому что автохолд это, в принципе, знаете, такая привилегия более премиальных автомобилей. И обалденно, что это здесь есть. Многие эту функцию недолюбливают, но я, на самом деле, пользуюсь ей всегда. Потом, снизу у нас есть два дефлектора воздуховода. Еще очень удобный момент, который, несомненно, хочется отметить, это то, что у вас беспроводная зарядка находится вот на этом центральном подлокотнике. Потому что, как правило, в других автомобилях эти беспроводные зарядки, их прячут, не знаю, откуда-нибудь прям под торпеду, чтобы вам неудобно было туда класть телефон, и чтобы вам неудобно было вообще его доставать оттуда. Здесь же, под приятным углом, у вас телефон все время на глазах. Поскольку я там постоянно пользуюсь навигационной системой, я включил себе на телефоне навигатор, положил здесь, какие-то оповещения, вижу, всплывают, не надо доставать телефон. Удобно. Но я чуть позже вам расскажу, почему мне больше в телефоне функция навигационной системы не нужна. И в то же время у вас телефон заряжается. Вот эта вот площадка беспроводной зарядки, она, во-первых, прорезиненная, то не позволяет телефону скользить. И второе, то, что здесь есть вот такие вот бортики по бокам, сверху, чтобы там при разгоне, при торможении ваш телефон и при поворотах никуда не улетел. Два подстаканника, один повыше, другой пониже. Когда у вас будут здесь стоять бутылки, конечно, вам уже пользоваться подлокотником. Вот, например, вот так будет тяжеловато. Но это все, опять же, вот можно руку вот так положить. Удобно, классно, в подлокотнике нет никакой ниши, то есть вы ничего сюда не сможете положить. Но он приятный, вообще, в принципе, приятной формы. Он такой, знаете, парящий подлокотник, не знаю. Снизу есть ниша, куда вы можете, вот мы тут бутылочки какие-то положили. Есть зарядка USB и 12-вольтовик. По приборной панели обычный такой прямоугольный дисплей, никакой здесь суперграфики нет. Опять же, стилистика BYD прорисовывается. Слева у вас показатели мощности, сколько вы расходуете, нажимая на педаль акселерометра. И вот мы сейчас стоим на месте, у нас показывает расход 2 киловатта. Это, опять же, из-за того, что у нас молотит печка. Вот я, например, давайте сейчас выключу ее. Просто посмотрите разницу. Ноль. То есть печка у нас как минимум съедает 2 киловатта. Средний расход у нас сейчас пишет 16 киловатт в час. То есть мы с вами путем элементарных математических вычислений можем посчитать, что, грубо говоря, 32 киловатта этому автомобилю потребуется, чтобы проехать 200 километров. Вот, а у нас 39. То есть мы там, по идее, 300 должны проехать в таком среднем режиме. Справа у нас скорость, снизу заряд батарейки, слева запас хода, режим, какая передача включена, какой уровень рекуперации включен. Все интуитивно понятно. Просто в силу того, что автомобиль не перегружен каким-то огромным количеством опций, то здесь особо-то как бы и разбираться не в чем. Несмотря на то, что это вроде китайский автомобиль, я быстро догадался о том, что вот эта вот кнопочка включить круиз-контроль, вот эта кнопка зафиксировать скорость круиз-контроля, а слева кнопка продолжить ваш путь на круиз-контроле со скоростью, которую вы выбрали до этого. Также есть кнопка, которая, опять же, такая отсылочка к BYD. Это то, что вы можете переворачивать дисплей. Либо делать его горизонтальным, либо вертикальным, как в данном случае. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они BYD придумали, я согласен, у них батарейки. Это еще когда-то занимался страйкболом, самые лучшие аккумуляторы были биллодишные фермфосфат. Стандартное подключение, но я бы сказал, что его сюда бы, я бы, однозначно надо добавлять. Вот даже есть, мне кажется, да, отверстие, надо что-то делать, защита. Вот это вот вещи, их, во-первых, обрабатывать машину однозначно надо, да? То есть она будет гнить, потому что она не предусмотрит просто под нашей соли. У них в Китае она будет ходить долго и упорно. У нас вот эти вот все разъемы, потом, если надо будет снять или еще что-то с ними сделать, вы не можете это сделать, потому что соль забивается, разбухает так, что, ну, потом все, ломается просто на выброс. Подвеска вообще не страшить должна никого. Это все подбирается, это все восстанавливается с гарантией. Соленблоки либо подобрать, либо полиуретан. Кому как нравится по жесткости и так далее, тут мнения разнятся, это дело вкуса, на мой взгляд. Я себе ставил, мне нормально, кому-то твердовато, кто-то подбирал. То есть дело вкуса однозначно. Ну вот если коснется, например, какому-нибудь рычаг, стойку поменять, что-то подобрать? Нет, это рычаг, скорее всего, вы будете вести, если вдруг так. Стойка подберете однозначно. Что-то близкое, плюс-минус пару миллиметров, здесь не будет играть большой роли. Вы подберете. Амортизатор, ну, на эту машину не знаю, но, скорее всего, тоже. Ну, они тоже, кстати, восстанавливаются. Люди даже гарантию дают. Поэтому не вижу проблем. Колодки, уверен, можно подобрать. Вот другой машины, и они станут как родные, без доработок практически. Хорошо, а что здесь может ломаться вообще, в принципе? Из-за чего может быть какая-то проблема? Надо будет долго ждать, заказывать? Только электрическая часть. Все остальное вы можете, в принципе, подобрать здесь. Это электромоторы? Двигатель, это если вы его подпалите. Они очень надежные, в BID надо дать должное. Инверторы, да, тут уже, если дома заряжаетесь, ставьте стабилизатор напряжения, и через зарядку заряжайтесь. Заряжайтесь. Если заряжаетесь на Маланке, не дай бог что-то произошло, редко, но бывает. Вы просто не уезжаете, вызываете службу поддержки, они дефектуют, и за их счет, уже были претенденты, мы уже восстанавливали, за их счет они вам восстанавливают машину, то есть вы заказываете запчасти и так далее, и это все перевозится. Судя по массе и объему машины, машина должна быть, наверное, все-таки мягкая. Очень мягкая. Очень мягкая, потому что вылет рычагов такой хороший, будет плавно работать. Не надо рвать эту машину, а это не скоростная машина, уверен, будет слизывать внутренние шрусы и так далее, если вы будете на нее топить. Вот если вот эта часть, видите, она из завода хорошо обработана, туда не попадет влага. Вот начиная вот отсюда, вот все места должны быть очень хорошо замазаны, там динитрол, там жидкая резина, кто что использует. Соответственно, все технические отверстия должны быть залиты. Ну вот мне кажется, что вот эти вот моменты тоже будут страдать. Да, они страдают от наших солей, просто сгнивают к чертовой бабушке все, и восстанавливание не прилежит, потому что разваливается. И какие рекомендации есть? Тем же мы видим жирно-жирно замазываем, изоленту, там, ну как-то защищать, закрывать надо это. Если вот говорить по части обслуживания этих машин, человек купил, например, все привыкли, что там масло надо менять, фильтра и так далее, вот можно ли там к вам, например, приехать и... Ну да, это без проблем. Как мы, наверное, и говорим всем, масло поменять может практически любое СТО, если они не боятся и аккуратно делают. Это не проблема. Я думаю, что здесь редуктор до литр, где-то до литра масла, скорее 75-90 залито, то есть аналог мы заливаем метасу. Не дешевое, но хорошее. Ну вот просто говорят, что вот именно в BYD там какое-то масло в редукторе залито, такое, которое там надо менять через 3000, вот после покупки автомобиля, там, стружка... Не только в BYD, на самом деле, и это называется обкатка. Обкаточное масло, и когда мне пригнали мою машину, Вильтмейстер, там больше залито, но я ее сразу же слил, там было уже темное масло. Нулевое ТО китайцы не всегда делают. Мне кажется, они вообще никогда не делают. И, соответственно, было значительно меньше, чем уровень. Ну, я знаю, сколько стоит редуктор и сколько стоит масло. Я поменяю масло, да. Получается, вот делается нулевое ТО, и какой интервал дальше по замене масла в редукторе? Опять же, это наша рекомендация, это не призыв к действию, это, наверное, наблюдение. Вот года три мы наблюдали, да. Мы считаем, что масло будет жить, ну, 25-30 тысяч. Это от стиля вождения. Если человек быстро ездит, газу дает и так далее, наверное, все-таки 1025 – это его предел. Это что касается объема литр. То есть маленькие редуктора, там объем литр. И на 70-60 тысяч вы поменяете, либо на трех годах поменяете жидкость охлаждения и тормозную. Это рекомендация уже завода. И с ними я скорее соглашусь. Единственное, что если масло вы можете поменять и сами, если дома есть яма или желание там где-то лечь и помучиться, то тормозную жидкость и антифриз вы не прокачаете. Нужно и программу подключать, и специальный прибор, чтобы это сделать. То есть ножкой, как мы привыкли в советской стране, нет, так нельзя здесь делать. Она сразу выбит в ошибку, и машина там, иллюминация загорится, и, по-моему, больше 60 километров не даст вам разогнаться. Хорошо, а по части перепрошивки. Понятно, что здесь есть завода английский язык, в принципе, этого достаточно большинству людей, но многим все-таки важно, чтобы был русский язык, все понятно было, шьются ли эти машины на русский. Насколько я знаю, они шьются, но тут вопрос. Во-первых, в принципе, BOD машина, вот чем мне она нравится, вот реально с флешки можно все закатать. Во всех остальных это вот обращаться, большие деньги платить и так далее. Но здесь есть и косяк. Косяк заключается в том, что если вы на эту версию данной прошивки залили русский язык, а потом вам прилетело через интернет приложение, которое вас, в принципе, может даже не спросить, хочу-не хочу, да, и там вы нечаянно нажали, русский язык слетит. То есть вы опять вернетесь на базовые настройки. Вы не будете лезть в корневое меню, не будете читать, диагностировать ее сами. Вы приедете на сервис какой-то к специалисту. Ну, так же мы к зубному ходим, сами же не делаем себе карис, не достаем. Так же и здесь. Соответственно, вам нужно меню только мультимедиа по логике вещей. А оно там реально элементарное. Но это опять же таки мое субъективное мнение. Поэтому лучше потратить деньги на какие-нибудь онлайн-курсы английского языка. И здесь бы могла быть реклама вашего онлайн-курса, там, скиллбокс, свяжитесь с нами. Спасибо большое, Владимир, за информацию. Друзья, все контакты и висервис.бай. Если вам надо обслужить ваш электромобиль, то мы оставим все контакты в описании, вы знаете, куда обращаться. К сожалению, не обошлось и без минусов. У нас сейчас дождливая погода. Вы, я думаю, можете даже слышать, это не знаю, передает ли петличка. Шумоизоляция арок никакая. У нас прям, я слышу каждую каплю, которая ударяется от подкрылок этого автомобиля. То есть шумка здесь, конечно, такая. Не самая крутая, но и не самая плохая. Если эксплуатировать там в скоростном диапазоне 60-70 км в час, то, в принципе, вы там не будете с ума сходить от этих шумов. Если вы едите на трассу, будете ехать где-нибудь соточку в дождливую погоду, я думаю, что уже будет по ушам так достаточно сильно давать. Не могу про это не говорить, потому что в этой машинке запотевание какое-то очень сильное. Периодически нам приходится как-то колдовать с этим климат-контролем. Когда вы открываете меню климат-контроля, вам Биоэйди дает на секундочку почувствовать премиальность у этого автомобиля. Вы, когда смотрите на меню, вам кажется, что у вас раздельный климат-контроль, потому что регулировка температуры есть как слева, так и справа. Но неважно, за какой из ползунков вы возьметесь, вы все равно регулируете температуру во всем автомобиле одинаково. То есть это просто для удобства, скорее всего, пассажира, чтобы пассажир не тянулся практически к вашему рулю, чтобы отрегулировать температуру. Ну и вы, соответственно, чтобы не тянулись к пассажиру. Биоэйди достаточно серьезная компания. Мастодонт в Китае, можно сказать. У них есть в Биоэйди с завода английский язык. Да, это не русский, но, по крайней мере, с английским языком, согласитесь, гораздо проще, чем с китайским. Второй момент. Мы, когда сидели на зарядке с нашим оператором, разобрались. Здесь у нас по умолчанию установлен китайский браузер, называется он Baidu. В этот китайский браузер мы заходим, скачиваем Google Chrome. В Google Chrome скачиваем Яндекс, скачиваем YouTube, Telegram, все, что вы хотите. То есть вы, грубо говоря, подсоединяете по Wi-Fi свой телефон, вот так вот, чтобы я не был голословным. Вот, пожалуйста, мы установили Яндекс.Навигатор сами, без всяких перепрошивок и прочего. Скачали карты, и нам даже сейчас не нужен никакой интернет. Смотрите, у нас все есть. По крайней мере, мы, знаете, вот чувствуемся спокойнее, когда у нас есть привычные нам приложения, браузеры, там, YouTube и так далее. Все это здесь есть, и это, на самом деле, несомненный плюс этого автомобиля. Потому что у большинства китайских авто, да, как бы такие возможности тоже открываются, но вам надо еще отвалить какое-то количество денег для того, чтобы вам прошили, там, русский, либо, там, английский и устанавливали каких-то приложений. То есть, грубо говоря, у вас в автомобиле есть планшет с операционной системой Android, куда вы можете скачивать все, что угодно по интернету. Но если вы, например, ленитесь, либо не хотите скачивать, то вы можете все сделать по старинке. Взять флешку, накачать туда фильмов, накачать туда приложений, каких хотите, воткнуть флешку, у вас будут транслироваться фильмы, которые вы закачали, у вас будет, там, музыка, приложение поустанавливать из флешки, то есть, все вот прям, как в обычном Android телефоне. Касаемо еще материалов, хотелось бы отметить, то, что у нас, ну, в тех местах, где обычно любят делать пластик, здесь тоже пластик, здесь BYD, как бы, не опередил всех. Дубовый пластик, здесь дубовый пластик, здесь, здесь все обтянуто каким-то таким интересным материалом, знаете, как костюм для водолазов, вот что-то такое, очень похожее. Вроде визуально, как Алькантара, со стриженным ворсом таким, но на ощупь, реально, как водолазный костюм. Здесь по бокам у нас тоже, типа, как, ну, такая имитация кожи приятная, и здесь такая же история, мягенький подлокотник. Материалы меня не раздражают, если честно, то есть, понятное дело, что никто вам сюда никакую кожу не впихнет, и если вы хотите, чтобы здесь была кожа, ну, это не будет тогда столько стоить, сколько стоит эта машина. Слушайте, я, конечно, много каждый день езжу, но когда это с перерывами, ощущается, конечно, не так тяжело. Сейчас ощущение, как будто я просто смену в такси отторобанил. Мы решили сделать привал, оставить машинку, продолжить завтра утром. Результаты у нас следующие. Мы проехали 114 километров по городу. Машинка у нас села на 216 километров запаса хода. То есть у нас, грубо говоря, погрешность в два раза, с учетом того, что у нас температура, видите, у нас греет печка, и даже когда мы стационарно, ну, статично стоим на автомобиле со включенной печкой, то у нас подъедает 2 киловатта просто вот на ровном месте, никуда не ехавший, не нажимая на педаль газа. Поэтому завтра продолжим наш эксперимент, узнаем, сколько она на самом деле проедет. Ну что ты, признавайся, вставала ночью кушать? Сейчас посмотрим, сколько она съела за ночь. Давай покажу. Запускаем. Было 189 километров запаса хода у нас вчера, 255. Ага, 185. 4 километра скушала. В принципе, сносно вообще более чем. Поэтому, ребят, мы сейчас будем продолжать наш маршрут, точнее, испытывать этот автомобиль на дальнобойность. Как только мы ее высадим, наверное, следующее включение уже будет, когда мы будем приближаться к нулю. Ну что, друзья, с нами сегодня снова наш специалист по подбору автомобилей из Китая, Александр. И вместе с ним мы сегодня будем разбираться в комплектациях, которые есть у BVD Seagal. Чем они отличаются, сколько стоят и так далее. Саш, начинай. Всего есть три комплектации. Стандартная, средняя и максимальная. Максимальная это тот автомобиль, который у нас здесь находится. Отличий внешне не так уж и много. Первое, основное, наверное, отличие, это то, что в максимальной комплектации дневные ходовые огни и фары будут светодиодные. А в базовой комплектации фары будут галогеновые. А в средней? В средней комплектации тоже будут светодиодные. Но есть еще небольшое отличие. Вот, например, тебе же нравятся эти красивые диски литые, правильно? Ну да, которые выглядят не как 16-е, но на самом деле 16-е. Да, а в базовой комплектации автомобиль будет с 15-ми стальными дисками и колпаками. NFC-метка здесь какая-то стоит на зеркале? NFC-метка идет у всех автомобилей, это без разницы. Доступ к автомобилю у всех тоже идентичный. То есть бесключевой доступ к базовой комплектации тоже будет. Внешней отличий больше никаких нет. Есть отличия только в батарее. В базовой комплектации батарея 30,08 кВт-час и в средней комплектации запасом хода 305 км. В максимальной комплектации 38,88 кВт-час батарея и запас хода тогда увеличивается до 405 кВт. То есть нельзя взять базовую комплектацию и впихнуть, например, туда батарейку себе максимальную 39 кВт? Нет, для этого нужно именно покупать автомобиль в максимальной комплектации. Ну, ради этого, как минимум. Даже не ради дисков, не ради оптики надо брать максималку. Окей, а по мощности электромоторов? У них идентичная мощность у всех комплектаций? Да, все автомобили с двигателем электрическим на 75 лошадиных сил и максимальной скоростью 130 км в час. Ну, внутри у нас, конечно, отличий будет гораздо больше. Давай. Начнем с того, что материалы отделки отличаются в базовой комплектации от средней и максимальной. Здесь, так как у нас автомобиль в максимальной комплектации, у нас руль обтянут сразу искусственной кожей. В средней комплектации он тоже обтягивается кожей, но в базовой комплектации он будет пластиковый. Есть еще отличия по регулировкам сидений. В максимальной комплектации автомобиль будет с электрическими регулировками сидений. И также есть возможность поднять его и по высоте. А в базовой регулировке по высоте нет? Там же механическая нет регулировки по высоте, там только передвижение вперед-назад и наглон спинки. Мне пока начинает казаться, что средняя и максимальная комплектации отличаются только батареей. То есть, в принципе, средняя это точно такая же, как и максимальная, только на 30-киловаттной батарее. Ну, скажем так, отличий действительно немного, но для кого-то они могут быть значимы. То, что касается мультимедийной системы, экраны здесь у всех одинаковые, то есть, внешние и возможности, и размер дисплея будет одинаковым. Также есть существенное отличие в максимальной комплектации, есть боковая подушка безопасности для переднего водителя и пассажира. В средней комплектации и в базовой комплектации, соответственно, этих подушек безопасности нет. И также есть еще одна небольшая, скажем так, опция. Стеклоподъемник? Электрический стеклоподъемник автоматический, со стороны водителя также здесь есть топор, который не позволяет зажать предмет. Нет, электростеклоподъемники во всех автомобилях, во всех комплектациях, но именно автоматическое стекло водителя с функцией предотвращения зажима предмета. Предмета в виде руки, например. Понятно. Саша, смотри, у нас максимальная комплектация. Есть ли возможность ее дооснастить какими-то еще допами? Именно максимальную комплектацию можно дооснастить пакетом, который включает в себя адаптивное переключение ближнего и дальнего света фар, система распознавания дорожных знаков, адаптивный круиз-контроль, система предупреждения столкновений и система экстренного торможения, и также интеллектуальная ограничитель скорость. Вот эти опции находятся в пакете, который стоит 3000 юаней. Но в пересчете на доллары, это по сегодняшнему курсу ориентировочно 400 долларов. Давай сейчас еще поговорим о ценах на эти автомобили, в какой комплектации, какой автомобиль, сколько стоит. И расчеты будем приводить со всеми расходами в Беларуси, но также будут здесь всплывать подсказки, сколько этот автомобиль стоит в других регионах. Но если вам интересно знать, сколько такой автомобиль обойдется в вашей стране, то вы можете нам написать запрос в комментариях под этим видео. Базовая комплектация в Беларуси, с учетом всех расходов, под ключ получается 14 700 долларов. Если мы говорим про среднюю комплектацию, это 15 400 долларов и максимально 16 900 долларов. Но к ней можно добавить еще дополнительный пакет за 400 долларов, и того получается 17 300. Напишите в комментариях, куда бы вы потратили свои 16 900 при покупке нового автомобиля. Очень интересно почитать ваши комментарии, что сейчас можно купить из нового за эти деньги, которые будут обладать таким функционалом. То, что китайцы нас в Бали, это факт. По каким-то своим они циклам это все считают, по которым у нас это не будет работать, согласен. Мы сейчас пока едем по МКАДу, просто электрички это, как правило, городские автомобили. То есть они лучшие показатели свои показывают в городе, потому что где-то рекуперация вам компенсирует. У нас уже загорелось, please charge in time, зарядиться на 42 километрах запаса, она это показала. То есть электричка это чисто городская тачка, где вы подзаряжаете свой автомобиль при торможении и рекуперации. И в принципе вам выгоднее ездить по городу, чем наяривать километражи. Ну вот сейчас мы едем и у нас был, в принципе, весь тест, практически весь тест, у нас средний расход был 15-16 киловатт. 2 киловатта мы откидываем на печку, то есть примерно 14 киловатт. Мы можем даже быть не супер какими-то великими математиками, чтобы прикинуть, что эта машинка на 39 киловаттах, она не проедет. Вот как-то не крути. То есть, грубо говоря, если мы берем там среднее 15 расход, 15 умножаем на 2, это уже 30 киловатт. То есть это 200 километров. И еще плюс 9, это примерно 300 километров она должна проехать по городу с таким средним расходом. Если мы едем с вами по трассе со скоростью 70 километров в час, не разгоняемся, не тормозим, то эта машинка кушает примерно 8-10 киловатт. Наше путешествие, где мы тестируем дальнобойность BYD SEGAL потихоньку подходит к концу. У нас осталось запаса хода на 45 километров. И нам осталось проехать примерно 15 километров до отметки в 200, пройденных КМЭ на одном заряде. То есть машинка нам, грубо говоря, дает погрешность чуть меньше, чем в 2 раза. Это в температуру около нулевую, где-то плюс 2, плюс 3, со включенной печкой. И это городской режим. То есть процентов, наверное, 10 мы проезжали по трассе, по МКАДу, когда там где-то разворачивались. То есть это, грубо говоря, чисто городской режим. Погрешность не слабенькая, согласен. Но у нас не было цели вам какие-то иллюзии здесь построить в этом видео. У нас и была цель показать ее реальный запас хода. И я вам скажу так, не подумайте, что я оправдываю этот автомобиль. Просто выкатать даже 200 километров по городу, я вам скажу, что это капец как сложно. Мы 2 дня подряд, примерно по полдня катаемся, просто вот так вот по городу ездим. Мы уже перекатали просто весь Минск и некоторые точки просто по 3 раза проезжали. Если эксплуатировать эту машинку реально просто вот на повседнев, там работа, дом, магазин и так далее, то вам это будет хватать. Понятно, если вы хотите себе там зарядить машину в следующий раз, ее зарядить на недельку, то с этой машиной у вас такого не получится. Но надо еще учитывать тот факт, что существуют маленькие города, где вам от дома до работы 3 километра, от работы до магазина еще полтора километра. То есть вы зарядились и вам там на неделю, а то и больше хватит этого заряда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, она не едет больше. Я держу сейчас газ в пол, она едет 52, она сама выключила круиз-контроль 51. Не, я вырубаю печку, потому что это уже попахивает эвакуатором, ребят. У нас ситуация, что запас хода 6 километров, она уже как будто нам дает понять, что, братусики, вы тут даже до разворота не доедете. Я, наверное, включу аварийку, хотя это, наверное, дополнительные расходы в нашем случае. Проблема, знаете, еще в чем заключается? Я выключил печку, а с выключенной печкой мы примерно через минуты полторы здесь будем в полном тонере сидеть. Так, 38, 40, она прям так тяжело ей это дается, так тяжело. О, с горочки, хорошо. Горка это наше спасение, да. Так, проехали 221 километр, осталось 4 запаса. У нас появилась на приборной панели черепашка. Черепашка, ну, обычно сигнализирует о том, что будете вы ехать очень медленно. Ой, блин, горка. Блин, ребята, в горку она вообще не едет. Включаем аварийку, потому что, пацаны, не поймут. Давай, 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 давай. А-а-а, как ей тяжело, давай, прямичок, прямичок, поднялись, поднялись. Все, я вот топлю, у нас такой пригорочек получается, и он у нас достаточно длинный. Вот этот пригорок нам может все испортить, все. Что мы еще выключить можем? Можем оператора высадить. Дополнительный вес. А-а-а, 1 километр! 1 километр остался, она не едет. Нам тут моргают все, сигналят. Ну, ребята, это то же самое, что моргать в учебной машине. Нельзя так делать, войдите в положение. Так, давайте, сейчас надо на нормальном ходу залететь на эту горку. Вот оно, вот оно наше спасение. Да, вечер у нас не будет слишком душный, слава богу. Мы приехали, ребят, зарядка. Я думаю, что наше испытание по тесту дальнобойности этого автомобиля можно завершать. Слава богу, что мы доехали до зарядки, потому что в какой-то момент у нас появились сомнения. В тот момент, когда мы поднимаемся на кольцевую, а нажимая на газ она просто не едет. Но она проехала 224 километра на одном заряде. И я думаю, проехала бы еще несколько километров. Но мы уже решили не доводить ее до окаменения и остановились и на том, что есть. Многое это или мало, уже решать вам. Погрешность, безусловно, есть. Она есть, как минимум, из-за не совсем теплого времени года. Потому что у нас около нулевая температура на данный момент. И погрешность, как минимум, из-за печки. Проехала бы эта машина 100%, я думаю, около 300 километров в теплое время года. Погрешность есть. Китайцы считают по каким-то своим циклам, в которых вы никогда не будете находиться. Но мы вам показываем все, как есть. Результаты такие. Радуют они вас или нет? Напишите в комментариях. Ну что, давайте подведем итоги после тест-драйва. Мы с вами по итогу имеем достаточно приятный, милый и современный дизайн автомобиля. Это просторный автомобиль. Он внутри более просторный, чем он кажется на самом деле. То есть он снаружи маленький, внутри он может с полнейшим комфортом поместить 4 человека. Хорошая шумоизоляция, действительно хорошая шумоизоляция для такого автомобиля. Немножко не хватает шумки арок. И это безумно мягкая тачка, безумно мягкая, комфортная машина, которая проезжает 224 километра на одном заряде. Да, вы можете сказать, что это не 405, как заявлял производитель, но я вам скажу так, мы задолбались выкатывать эти 224 километра. И если эксплуатировать в городских условиях, особенно если это маленький город, это просто идеальный транспорт. И важный момент, это BYD. Это не какой-то ноунейм и неизвестный бренд, о котором никто ничего не знает. Это древнейший, наверное, самый известный автомобильный бренд в Китае. Поэтому с обслуживанием у вас никаких проблем не будет, если говорить по части запчастей. Да, пока это все еще под заказ. Просто тенденции идут таким образом. В принципе, здесь не надо какие-то свои теории строить. Вы видите сами, как развивается китайская индустрия у нас в странах на автомобиле. И я более чем уверен, что годик, может быть, два запчастей на китайские авто, на BYD, на Zikra и прочие другие бренды будет хватать в наличии вообще просто с головой. Поэтому, если вы после просмотра этого видео раскрыли для себя этот автомобиль, и вы нашли в нем больше плюсов, чем минусов, то мы с радостью вам привезем такой автомобиль под заказ из Китая. Вы можете просто оставить заявку на нашем сайте, ссылочка будет в описании под этим видео, либо написать в комментарии под этим видео, либо написать в любую соцсеть. Всем спасибо, что смотрели это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами был Алексей, компания Восмотрс. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok